Чтобы понять, как выглядит средний сегмент смартфонов на базе Android на российском рынке, достаточно будет взглянуть на новичка этого самого рынка, Alcatel Idol 4. Его старшего братца мы уже успели изучить, но многим окажется интереснее именно 4 без приставки S. Мы говорим об аппарате, которому дали цену в 20 тысяч рублей и ориентировали на молодой тусующийся коллектив. В принципе, подтверждение этому в самом Alcatel хоть отбавляй. Мы по ним пройдемся по порядку, но для начала отметим очень приятный комплект поставки. В релизной версии можно обнаружить и пленку на дисплей, и неплохой чехольчик силиконовый, и очень недурную гарнитуру от JBL. В принципе, докупать ничего не придется. Внешний вид аппарата нам хорошо знаком еще по линейке Idol 3. Стекло, динамики с фронта и тыла, приятные грани. Аппарат собран надежно и ложится в руку, как в литой, хотя экран у четвертого идола крупнее, чем у младшего представителя предыдущего поколения. Это 5,2 дюйма, разрешение Full HD, а интерфейс проработан прекрасно, хотя и отличается рядом предустановленного дополнительного ПО. С торцов мы обнаруживаем практически незаметную качельку громкости и кнопку включения, а также еще одну кнопку покрупнее, получившую имя собственное. Ну что, бум? Вообще, эта кнопочка, так напоминающая клавишу разблокировки в прошлых поколениях смартфонов от Sony, получила обширнейшую функциональность. По двойному клику при выключенном экране мы получим моментальный снимок. Если зажмем кнопку бум, вот и серийная съемка. На главном экране интерфейс откликнется на нажатие погодной анимации. А может вы хотите повещать в эфир свою тусовочку? Для этого есть и вариант нажатия, и специальное приложение. Дальше следует автоматическое украшательство видеороликов прямо в процессе просмотра, увеличение громкости и басов в музыкальном плеере, увеличение громкости разговорного динамика во время беседы. Да как в этом не запутаться-то? Думаете, все? А вот нет там, даже в приложении Асфальт Погоня, казуальных гоночках, и то есть задача для кнопки бум. Можно активировать нитро и умчать в закат. Про автоматические коллажи из фото мы умолчим, иначе все, что вы узнаете из этого видео, будет состоять только из бум, бум и бум. Кстати, динамики в Idol 4 делать бум действительно умеют. Ну а чего еще ожидать от JBL? Реверсировать динамики решили по полной программе, теперь они обитают не только на фронтальной, но и тыльной панели. Довольно странно не отмечать изменения в качестве прослушивания музыки при любом хвате устройства, его нет. Ты просто слушаешь музыку, когда аппарат лежит экраном вниз на столе, когда он лежит экраном вверх на столе, когда он лежит на диване, на подушке. При любом хвате музыке дали море возможностей вырваться из аппарата наружу. Под это прорабатывали и приложения, и под реверсивность, и под бум, и под динамики, можно ответить на звонок вообще не глядя. Вверх, вниз, реверсируй. А то достаешь телефон из кармана и начинаешь сначала не отвечать на звонок, а вертеть телефон. Спасибо ребятам из Локотель, что не забросили эту идею. Ну и микрофонов тоже несколько, забота о собеседнике при разговоре и никаких лишних шумов. С экрана блокировки можно запустить Shazam. Встроенный плеер умеет воспроизводить музыку в несжатых форматах. Есть даже некий магазинчик VR приложений. Но это или в Европе, или у старшенького IDOL коробка. Это еще и шлем виртуальной реальности. Так что надо будет или обзавестись картбордом, или одной из двух, как говорили кладки. Или что-то случилось, или одной из двух. Бегать же приложения будут на вполне достаточном для большинства задач и в целом современном Snapdragon 617. Его, да в паре с 3 гигабайтами оперативной памяти, хватит и правда на многое. Приложение, интерфейс, все то обилие мультимедийных развлечений, что упаковали в четверку, работает на ура. Но вот с играми довольно все неопределенно. Нет, то, что смартфон греется при активном убийстве разнообразной инопланетной и не очень нечисти, это понятно. Но 617-й Snap, это же тот же 615-й Snap. Так что все то, что начинает уже подтормаживать на аппаратах 615-м, здесь тоже покажет схожие результаты. Так что не стоит удивляться внезапной отличной работе одних трехмерных развлекалок и периодическим призмам других. Объективных причин этому вроде бы и нет, но неаккуратненько как-то. И почти всегда внезапно. Батарейка в смартфоне на 2600 мАч, даже на 2610, а то знаем мы дотошных ребят разных. Если вы не заядлый геймер, но послушать музыку, пофотографировать и пообщаться в соцсетях любите сильно, то у вас iVol 4 точно будет доживать до вечера, даже с запасом. А вот под напором игр сдаваться аппарат будет довольно быстро, и это наследие медленно, но верно устаревающего Snapdragon 615-617. Хотя заряжается от комплектного устройства смартфончик быстро, половину заряда за полчаса получили, и дальше по трассам рассекать. Кстати, чуть не забыли насчет пофотографировать. Основной модуль на 13 мегапикселей снимает в целом неплохо, хотя в сложных условиях освещение, как обычно, пасует. Но так мы говорим практически про все современные смартфоны, подобного уровня удивляться тут в общем-то нечему. Приложение камеры слегка причесанное в области настроек, пользоваться им удобно, фронталка на 5 мегапикселей, вспышка имеется. Всего этого фотографического набора за глаза хватит для соцсетей, а большего нынешним миллениалам и не надо. Достаточно любопытно наблюдать выбор сегмента для продаж смартфонов iVol 4. В принципе, большинство производителей подобные модные фишечки запихивают свои смартфоны, что называется, направо и налево, но толку в этом нет практически никакого. Пользователи о них либо не знают, либо не могут легко добраться. И тут бум, вот тебе все на виду, дорогой владелец. Но неужели ты не попробуешь использовать эту кругленькую кнопочку? Неужели не захочется посмотреть, что тут за обилие ярких картинок, предложений для убийства времени и развлечений? У Alcatel вышел вполне добротный аппарат со своей аудиторией, фишками и, наверное, довольно неплохой официальной ценой порядка 20 тысяч рублей. Хотелось бы, наверное, увидеть его на базе Snapdragon 650, но даже подобные изменения вносят в стоимость заметные коррективы и не в лучшую сторону. Мы ставим данному смартфону 7 бумов из 10, а остальные вы при желании сможете выжать из него сами. Благо, он уже продается в России во множестве мест и вариаций. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА